не могу тут вещи находятся еще мы не закончили так мы еще не закончили пожалуйста у вас рабочий день закончился мы еще не закончили мы закончили сотрудник полиции тоже не закончили еще покиньте помещение вы сейчас будете ко мне принять физическую силу что не столь и трогать меня такого красивого поэтому не тяните свои ветки мои видео казайте что вы свои ветки видели ветки не тяните их и полтора метра держите дистанцию что отойти от меня не снимать снимать девочек на трассе а я фиксирую а вот вторая девушка знаете да сообщение для протокола то лена она сначала говорит чего вы пришли ну придетнуться хотим потом не кто-то позвонил ее как подменили почему-то утолен нас проконсультировала мы алене сообщили что собрались сегодня там девочек посетить а там без маски тоже не обслуживают а маски у нас старые как-то бесплатно у нас занятия проституцией в стране запрещены находимся в городе герой ленинграде с нами сегодня канал яковлев лайф подписывайтесь на канал кирилла яковлев лайф жмите на долбанный колокол чтобы быть в курсе а находимся мы на утрешке на дом 1 ждем вторую под названием побыстрые бабки и сейчас отмониторим их ну по вопросу а быстро деньги к вам сегодня а как же да ты вас кредитнуться у вас решил думать дай заеду в общем на улице проституточки на дом 1 находится конторка быстро бабки написано кого что сделать кого у вас вот за углом написано улице проституточки на дом 1 офис быстро бабки да я зайду в офис кредитнулся уже даются займы ну вот значит все правильно значит правильно мы пришли пожалуйста приведи друга и получи 500 я друга привел нет я первый зашел я тебя привел так же 500 рублей мне я его привел я отвечаю у меня есть доказательства видеофиксации сначала же он зашел потом я ну-ка пошел вон отсюда я сейчас тебя чуть позже приведу я не знаю давайте посчитаем вместе какая сумма требуется смотрите у него короче вот как у вас белая так у него черная да вот у него маска вот это зафоршмаченная стало ему сейчас даже в диксе сделали замечание по этому поводу ему сделали что-то говорит не имеете права снимать кто-то тупит у вас по телефону причем жестко ну да тут смотри объявление висит вот с банка снимать камни вот какая-то чушь очень плохо слышно хорошо спасибо что-то присаживайся иди что-то ногах нет правда говорили быстро деньги а тут очень долго деньги получаются да я отказываюсь от того чтобы вы у меня снимали у меня именно это полное право по закону по какому в компании это прописано сошлитесь на нормы права которые запрещают видеосъемку что я что весь этот талмут должен что-то читать вот все это здесь все про видеофиксацию не все ну найдите тогда держите сами найдите так что нет вы найдете высылаетесь ну я уже вызвала полицию и что я хотел с вами вот по продуктам поговорить чтобы полиция будет займ выдавать ну займ то полиция будет выдавать я пришел про займ разговаривать видеосъемку вон у вас ведется тоже ну идите вон свою камеру тоже демонтируйте тогда вы пришли в организацию которая ну я в общественное место пришел открытое вот для общего доступа общественное место это вот место для открытого доступа то есть есть сюда возможность зайти посетителям это общественное место не общественное место это у вас дома я к вам не домой в гости пришел вот так они займы выдают блин пришли кредитнуться Кредитнуться. От каких сумм у вас уже? Ну, скажите хотя бы. Может, нам вообще не к вам? Я не знаю. К вам в полицию. Нам в полицию? А по поводу? Там займы выдают, что ли? А сколько полиция займы выдает? Суммы какие? От и до. Скажите, это ваши партнеры? А вы сейчас узнаете. Хорошо, сейчас узнаем. Давайте узнаем. А вы-то от каких сумм займы выдавите? Вы меня спросили. Вы меня до этого спросили, да, о том... Выдавить полицию тогда. А что произвела? А, то есть она еще и была болка. Она говорит, уже вызвала. Да, мы подвезли на полицию тогда. Рассказывайте о условиях пока, что ли, пока ждем. Вы можете пока ваш паспорт доставать. Но все равно вам пригодится. Ну, вы мне пока про условия расскажите. Сейчас полиция приедет и вам расскажет. А полиция расскажет условия получения займов. Вашу масочку. Быстро о деньгах. Так я и пришел кредитнуться вот как раз на маске. Вот понимаете, я объяснял вам про маски в начале видео, да? Вот она какая-то... Вот эти зубы уже начали чуть-чуть отрываться. Осталось замызганное там. Мы пришли сегодня кредитнуться, да? Нам нужен какой-то займ получить. Вот, просто запачкалась, да, маска. И мы хотели кредит на маску оформить, еще кое-что купить на деньги, которые взяли бы именно займ. Вот, понимаете как? Так, а вы даже не сообщаете на каких условиях. Вдруг у вас бешеные драконовские проценты, мне не подойдут условия. Как у вас правильно дозность называется? Подскажите, пожалуйста, там, кассир, оператор или специалист? Как? Как вы говорите? А как вы говорите? Вы так со всеми клиентами разговариваете, да? Специалист по микрофинансовым операциям. А, вот, специалист по микрофинансовым операциям. Девушка и то веждая, чем вы. Вот девушка компетентнее, может быть, не попробуйте обратиться. Я хотел, я планирую взять микрозайм. Я не знаю еще, хочу ли я здесь его взять или нет. Мне до сих пор она не может объяснить условия предоставления займа. Я же должен от каких условий беру. Может быть, мне это не нужно. Мы сейчас разговариваем вот с этим человеком. Понимаете как? Можете помолчать пока. Условия у нас нет. Пожалуйста. У нас везде это написано. Так мне о них кто-то может рассказать? Вот я... А как процент не у нас идет? Вот что она не могла сказать? Что она тупит? Не нужно оскорблять. Тупит это глагол. Это не может являться оскорблением, Ален. Я говорю, что делает человек, на мой взгляд. А человек вот просто, на мой взгляд, тупит реально. И конкретно. Кто мне из вас готов объяснить условия предоставления займа? Вот она сначала спросила, Ален. Какая сумма вам нужна? Я говорю, хорошо, сейчас давайте прикинем, почитаем. После этого она куда-то там позвонила. Или ей кто-то позвонил, уже не помню. И все, ее как подменили, она стала резко некомпетентным сотрудником. Условия у нас простые. Один процент в день можно оформить до полугода. От 1000 до 100 тысяч рублей. А, 1000 до 100 тысяч. Давайте тогда сумму прикинем. Сумму принимает решение у нас программа. Если хотите оформить, давайте паспорт. Нет, какая требуется. Сейчас я определюсь по-быстренькому. Есть у вас возможность записать? А, вот запишите, пожалуйста. У меня вот правая рука больная. У вас обвалите руку, которую снимаете. Я не могу выкинуть этот чудо. Отложите телефон. Можете записать. Маски. Маски. За 100 рублей. Вы записали, нет? Да. Где? Я записала. Где вы записали? Вам нужно на бумаге это записать? Да, да. Я в столбик потом это посчитаю в голове, прикину прямо. Давайте запишем. Так, маски 100 рублей. Напишите. Мы просто собрались сегодня к девочкам в гости, в салон там в один. А у них вход в масках. Видите, барановирус. У вас вход тоже в масках, да? Везде. Ну вот, вот. И даже девочки тоже вход с масками. Вход с масками обслуживали уже без масок у них. Вот. А маски 100 рублей. Сколько там мартирь сейчас стоит? Короче, это, ну по акции возьмем, что там дешманские. Мартирь большой пузырь. 1100 рублей. 1100 рублей? Да, бухло 1100 рублей. Хорошо. Вот, пишите, бухло 1100 рублей. Вы не написали, что бухло. Мартини. Я сокращу. Бухло пишите. Пишите, презервативы. Презервативы. Сколько сейчас, скажите, какие получше, комплексы, дюрксы, что там? Там они есть разные. По 12 штук. Там они есть разные. Сколько там по 1200? Ещё 2400. Вы запрещаете здесь ввести видеофиксацию сейчас? Запрещаете. На основе чего? Сошлитесь на нормативно-травовой акт? Я вам показала папку. Что, папку? А где мне там найти? Что мне там? Тысячу бумажек ваших прибирать. Если вы не знаете... Находите и показывайте, ссылайте. Если вы снимаете закон, это ваша ответственность за то, что вы его не знаете. Ну, вроде знаю, а может быть, вдруг вы правы. Какой закон? Я не знаю. Прям покажите пальцем. На что? Ссылайте. Пишите в интернете и маску наденьте правильно. Вот, в интернете о чём? О том. Маску наденьте правильно? А как правильно маску? Я промашивала. Её лицо замазать, да? Вот это неизвестное. Она не даёт вам ни комментарий, ничего. Ещё чё-то лицо замазать? Её можете не замазать. Ваше могу не замазать. Хорошо, Алён, дайте, пожалуйста, мне штукатурку, шпаклёвку или чём есть лицо. Надо сейчас замазать. На видео? Нет, телефоны замазать не буду. Вот лицо. Не с этой стороны. Не с этой стороны телефона, а вот с этой. У вас какие-то вопросы конкретные есть? Да, что это за сотрудник, который запрещает? Видео фиксацию, у меня возник резко такой вопрос. Ведёт себя грубо к клиентам. Ну чё неизвестно, где менты твои? Я тоже думаю, где менты нет. Тоже думаю, где нет. Вот у всех одна проблема. У всех одна проблема. Где менты? Почему менты так долго едут? Вот, интересно, 44-го эта территория или уже нет? Какой отдел у вас тут? Приморского района. Ну это понятно. А их есть отделы. Есть 54-й, например, отдел. Есть 55-й, 44-й отдел. Какой конкретный, я не знаю. К вам не приезжали никогда, что ли? То есть она вот у вас, как старшая по офису, которая не желает представляться никогда, так не тупила, чтобы на клиентов вызывать полицию? Ну, то есть она сейчас вызвала, получается, что согласно её мнению, кто-то здесь из нас ведёт себя неадекватно, что ли? Точно. Нет бы на Хантере выезжали. Но подрывать им всё надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Кто вызывал? Что случилось? А вот я вызывал. Давайте по порядку уже тогда. Что только здравствуйте, что случилось, мы от вас услышим. Только здравствуйте, что случилось, мы от вас услышим. То, что поздоровались так бодро, хорошо прям. Ружского полномочного смешного отдела полиции, вы заявку давали по 112? Так, вы заявку давали по 112, это, наверное, фамилия, имя, имя, имя. Я вас спрашиваю, вы давали заявку? Я давал, я уже сообщил, да. Документики можно ваши посмотреть? Нет, нельзя. Так, вы отказываетесь предоставить. Не считаю нужно. Так. Я потому что заявитель. Ну, заявитель предоставляет документы. На основе чего ещё? Личность заставили в вашу. Здравствуйте, что за новость? Вашу личность. Вы отказываетесь предоставить, правильно? Вы хотите проверить сейчас документы. Ну, я заявление у кого буду принимать? У гражданина. У гражданина. Не могу вам утверждать, гражданин вы или нет. А кто? А кто? Я не знаю, может вы гражданин Российской Федерации, может вы... А на кого он похож? У вас есть основания не доверять гражданам или что? Я вас не вижу. Давайте вспоминать основания, когда вы имеете право требовать документы. Вы заявку подавали? Заявку? Да, по 112 звонили. По 112 я сообщал оперативному дежурному. По 112 вы не сообщали оперативному дежурному. 112? Потому что там нет оперативных дежурных в службе 112. 102 есть, да, я по 102 сообщил. Вы по 102 или по 112 сообщили? По 102, да. По 102 вы сообщали. Вчера по 112, сегодня по 102. Так. Сообщал об административном правонарушении. Вот именно я, да, вот на себя пальцем прям показываю. Вы это кто? Александр, гражданин. Не могу сказать. Ну не можете сказать. Вам-то Александр, правильно я вас понимаю? Да, Александр. Просто Александр. Ну у вас все данные будут в заявлении, я вам их надиктую. Так я вас и спрашиваю документы. Скажите, я подозреваюсь в совершении преступления сейчас. Вы нет. Подпадаю под какую-либо ориентировку, если да, озвучите номер. Я вас спрашиваю документы, потому что кому я буду заявлений. Совершаю или какой-либо административный правонарушение. У вас несколько поводов есть, да, чтобы требовать документов. Смотрите, вы мне не будете писать собственноручно? Нет, воспользуясь 736 приказом, попрошу вас в устной форме принять. Потому что я у вас протокол принятия устного заявления. Вот он есть. Ну а я их не обязан с собой носить, правильно? У вас нет документов, правильно я вас понял? Я не помню, но носить с собой я не обязан. Я вам вопросы задал, у вас есть документы? У меня, есть ли у меня документы? С собой. А, с собой. Вот, вы уже на факт. Нет, давайте вот у вас есть камера, можете прослушать, просмотреть. Ну, есть. Мы сейчас не будем просматривать, просматривать у нас непрерывно ведется в виде фиксации. Хорошо. Не имеете права, вы просто так требуете у граждан документов заявить. Хорошо, в общем, вы отказываетесь документы предоставить. Мы же пока ничего не отказываемся. Вы говорите, что у вас нету или что? Я ничего не говорю, я не считаю, что у вас есть полномочия заявителю прям трясти документ. Я у вас принимаю протокол, что документ удостоверяющий личность. Есть у вас? Скажите, пожалуйста, вот у вас нет основания доверять гражданам в данный момент. Я не могу сказать, гражданин вы или нет. Вот. Я вам еще раз повторяю. Что вы испытываете, подержав в руке документы? Вы испытываете ли вы оргазм, подержав документы гражданина в руках? Мне личность вашу удостоверить надо, у кого я принимаю заявление. У кого? То есть вы считаете, что я могу неверные данные сказать? Вы можете сказать неверные. Я не знаю. Вот сейчас вы примете заявление, не будете нарушать право граждан. Хорошо. А если вдруг выяснится, что я где-то налгал, я же подпишусь по 306-й, правильно? Вам будет она разъясняться сначала, что значит 306-я. Правильно, будет разъясняться. Отца я там распишусь. И вот если я что-то где-то налгал, то это будет ваша работа. Ищи, свищи меня. Товарищ полицейский, может быть, мент, я еще не знаю полицейский. Выражение выбирайте, пожалуйста. Я выбираю, я логически мыслю. Я же не знаю до сих пор полицейский вы или мент. Я еще не понял. У нас ментов нету в стране. Кто сказал? Здесь фильм такой менты называется. У нас нету ментов в стране. Да фильм покажет там. Да фильм покажет там. Да фильм покажет там. Да фильм покажет там. Че только не показывают. Фамилия мяча, пожалуйста. Маркин Александр Александрович. За это рождение, пожалуйста. Пишите 20. Место рождения. Город. Не так быстро. Телефон ваш контактный. Их два. Первый это Samsung Galaxy A51 для вызова полиции. А, номер, так бы и сказали. 8. Что у вас теперь случилось? Так, прошу вас установить личность и привлечь к административной ответственности. Не надо быстро. Пожалуйста, две секундочки, подождите. Опер спалил. Молодцы, вы видите, пожалуйста, у нас рабочий день закончился? Не могу, тут вещи находятся. Как это не можете? Еще мы не закончили. Мы закончили? Рабочий день. Так мы еще не закончили. Перестанете снимать. Руки. Вы видите, пожалуйста, у нас рабочий день закончился. Руки. Еще раз вам, еще раз вам говорю. Вы видите, пожалуйста, рабочий день закончился. Мы еще не закончили. Мы закончили, это наше помещение. Так мы еще не закончили, сотрудник полиции тоже не закончил. Я еще раз вам говорю, покиньте помещение. Вы сейчас будете ко мне принимать физическую силу? Что? Не стоит. Как же? Не трогать меня. Такого красивого молодого, как же? Поэтому не тяните свои ветки. Мои видео указали. Вы знаете что? Вы свои ветки видели? Ветки не тяните, но и пяне. Ветки видели свои? Мне не ветки, а руки. Это, во-первых, во-вторых, покиньте все еще. Не тяните их. И полтора метра держите дистанцию. Что вам еще снимать? Отойте от меня. Вы не снимаете? Снимать девочек на трассе. А я фиксирую. Идем съемку, завершите свою. И выходите отсюда. Нет. Хорошо. Согласно 19.1 КОАПРЛ, неизвестный мне гражданковод сотрудница, вот указываю вам, да, телефоном пальцами, культурно как-то говорят, да, которые при моем посещении офиса быстро деньги по адресу Уточкина 1 запрещала мне и моему товарищу ввести видеофиксацию, видеофиксацию, чем нарушила наши конституционные права. Чем нарушила, а что это? Ввести видеофиксацию всего и всех. Тем более, из диалогов, да, я вот имею права. Здесь имеются документы, поэтому есть закон о защите прессиональной дистанции. Будь, что берут свои документы, это не наша проблема. Но я вам рассказываю. При этом не должно нарушаться наши права. Агрессионные права дальше. То есть вот я объясняю, да, не сюда, не в протокол, что в целях защиты своих законных прав интересов граждане имеют право ввести видеофиксацию. А вот я спросил, вы точно запрещаете ввести видеофиксацию? У вас должно быть расстояние полтора метра тоже нужно делать. Говорит, да, запрещаю. Ну, хорошо. Так, дальше. Конституционные права. Конституционные права. Точка. Статья 29.4 Конституции РФ позволяет ввести видеофиксацию в любом общественном месте. Вот Алена нас проконсультировала. Мы Алене сообщили, что собрались сегодня там девочек посетить. А там без масок тоже не обслуживают. А маски у нас старые, как-то бесплатно. У нас занятия проституцией в стране запрещены. А мы не говорили проституцию? Ну, вы другое сказали чуть-чуть. Ну, к девочкам сказали. А что, все девушки согласно вашему мнению проститутки? Не все. Договорились, блин. Ну, ё-моё, вы юморист. Нет, не все девочки проститутки. Есть вот нарушительница конституционных прав граждан. Заявление как-то не принято, ладно. Не рекомендую после сегодняшнего визита быстро деньги. Так, вот подошел к концу рейд быстро деньги. Вот, 21-й век на дворе. До сих пор запрещают видеофиксацию. Вот они быстро деньги. Не ходите в подобные конторы. С вами был Сан Саныч и клуб Патриот. Канал Яковлев Лайф. из города Герой Ленинград на Уточкино. А вот у нас сотрудники полиции Приморского района нарушают правила дорожного движения. Знак и госномер Роман 16 71 78 регион Вот он знак. Продолжение следует...